Еще два брата поздравляла, сидели сестры, и только два брата поздравляла. Это Геннадий и Андрей, помнишь, да? У нас не было братьев. И сестры тогда говорили, почему в церкви нет братьев? Я говорю, сестры, надо молиться, чтобы были братья. И сегодня сижу и думаю, слава Богу, у нас столько братьев, что я даже не знала, что поздравления там розами. Обычно я в курсе всех там движений. Я хотела бы поблагодарить Господа. Но знаете, что я хочу отметить? Большинство сестер, которые молились, чтобы в церкви были братья, их уже нет. Очень часто мы просим у Бога что-то, но мы не дожидаемся. Слышите, да? Если у вас есть к Богу какая-то просьба или, ну, что-то вам нужно для жизни, Бог верен. Он даст это в свое время, в свое время, когда Он посчитает нужным. Поэтому Бог верен. Наше дело стоять на обетованиях, которые дает нам Господь. Аминь. Мы сейчас будем молиться за финансы. Если у кого-то есть нужда в финансах, какая-то финансовая проблема, Бог сказал, что Он не оставит. Аминь. Написано, что я не видел праведника, ходящего с протянутой рукой. Бог знает все твои нужды. Мечтайте. Бог хочет дать больше, еще больше. Он хочет тебя использовать. Он хочет, чтобы Его дети были дающими. А для того, чтобы мы давали, у нас должно быть то, чтобы мы могли давать. Аминь. Давайте помолимся за финансы. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за все...